Принят закон, помимо всего прочего, гарантирующий президентом Российской Федерации, всем президентам, ну, например, за последние 20 лет, пожизненную неприкосновенность и сосиски в буфете Союза Федерации, САФФЕДА. Демонстрация в этом есть что-то настолько нафталиновое, что-то настолько глубоко, трогательно, наивное, что понятно, что Владимир Владимирович, он тоже остался где-то в середине прошлого века. Не зря Лукашенко называет его другом и сообщает, что они намертво срослись и спаялись в своих отношениях, потому что вот столько испачкать бумаги, столько положить сил, думая, что при перемене власти этот закон будет иметь вообще хоть какое-нибудь значение, и о нем кто-нибудь вспомнит. Но есть, конечно, такая серьезная проблема. Есть огромная избыточность власти на сегодняшний момент, и власть это очень нагло нарушает правила игры, вводя свои дегенеративные ограничения, цель которых, конечно, только собственная ее власть и благо. Потому что ни один закон, принятый в 2020 году, не вызван никакими жизненными необходимостями. Это все либо подхалимаш, либо мелкий хайп депутатов, и вот жажда быть включенным в списки Единой России на следующий срок. Ведь власть, заметь, Лиза, даже, она изо всех сил провоцирует освобождение от нее. Сейчас она только этим и занята. А путь освобождения, он же всегда революционен. И потом все, естественно, будут в этой революции виноваты, кроме тех реальных виновников, которые напринимали, наподписывали усложняющий жизнь и работу бред, репрессивный. Потом они все удивляются. А как же так все опять у нас распалось? Вот я помню, в отличие от очень многих других людей, которые сейчас только объявляют себя патриотами, основателями военно-исторических обществ, колотят себя как орангутаны в грудь и кричат о верности Союзу. Я же помню, как на самом деле это было. И я, вероятно, один из тех немногих людей, которые имеют право об этом говорить, потому что я за этот Советский Союз в составе Рижского и Вильнюсского ОМОНа 12 человек дрался с оружием в руках. И никого из сегодняшних патриотов, никого из этих совкадрочеров не было рядом. Вот все они были по темным углам и под плинтусами. Я, поскольку видел противника, в отличие от них, от всех, я видел противника тогда, когда разрушался Союз лицом к лицу. Я могу сказать, кто это был. Это была современность. Это была перемена мира. И Советский Союз пытался спастись, как вы помните, либерализуя свои законы, сбрасывая самые кошмарные и ублюдочные балласты с себя. Он просто не успел. Не успели вот эти вот разумные инициативы Совета Министров и даже ЦК, они не успели начать работать. И, разумеется, случилось то, что случилось. Но это, вот я действительно помню лицо врага, и это всего-навсего современность, которую СССРовский курятник-то и разметал. И то же самое, только с той разницей, что Россия не пытается привести себя в соответствии с временем и уровнем мира, вероятно, то же самое будет с Россией, только с ней судьба обойдется еще жестче. Просто не надо из этого делать трагедию. Распад страны — дело житейское. Что-то пока не очень видно, каких-то революционных подвижек. Вот какая вы нетерпеливая. Что, еще 20 лет нужно ждать? Нет, я думаю, что не 20. Я думаю, что вот эти все указы о пожизненной неприкосновенности президентов, которым очень не хочется в тюрьму, они не случайны. Причем, отметь, в России далеко не всем не хочется в тюрьму. И есть в России город Краснокамск. Удивительный город, где живет удивительная девушка Олеся Пирожкова. Олеся Пирожкова копит деньги на то, чтобы попасть в тюрьму в Нидерландах. Она придумала способ поездки в Нидерланды, попытки вывести, специально вывести ради того, чтобы совершить какое-нибудь преступление, луковицу тюльпана и угодить на год в нидерландскую тюрьму. Потому что в ее родном городе Краснокамске для нее нет возможности жить. Вы присмотритесь все, потому что девчонка хорошенькая, умнейшая, судя по всему. То есть она не на трассу пошла сосать, она действительно собирает деньги посидеть год в нидерландской тюрьме и пожить нормальной жизнью через это. Ее легко найти историю в интернете и, разумеется, очень легко с ней связаться. Потому что мы видим, что, в общем, пока действительно, кроме этой нидерландской тюрьмы, особого света в конце туннеля нет. И не всем нидерландская тюрьма светит. Олеся Пирожкова, в отличие от Жириновского, она учит голландский язык, потому что понимает, что это пропуск в приличную тюрьму. Из России это уже очень много. Не, ну подождите, можно же уже сразу в голландской тюрьме язык учить? Это же проще будет. Все говорят, что с носителями легче всего изучается. Но это уже будет практика. Она начала уже сейчас. До какой степени трогательная и разумная девчонка? Потому что здесь-то мы видим только беснование. Вот сейчас, например, там даже петербургский ЗАГС, который, конечно, всегда отличался маразматичностью, но сейчас депутаты окончательно свихнулись. Они требуют чуть ли не введения прямой цензуры, причем той цензуры, которая обеспечила бы их личную неприкосновенность. Они хотят, чтобы не говорили о них. При том, что, как я понимаю, автоматчики у них над душой не стояли, когда они избирались в кандидаты. И сейчас они напоминают порноактрису, которая долго, тщательно дралась за заключение контракта на порный фильм, где масса половых актов, а потом возмутилась, что ее показывают голой. Ну, потому что ведь на самом деле, я напоминаю, да, депутат-то публичная фигура, которая нуждается в публичном обсуждении и должна подставлять щеки, должна выслушивать, что да, они работают очень плохо, да, они профнепригодны, да, скорее всего, избиратель ошибся, но у них вот даже этой малой крохи, мужества нету, чтобы это выслушать. И это, Лиз, тоже не случайно. Потому что они чувствуют вот этот репрессивный тренд, который четко обозначен Владимиром Владимировичем, который подписывал всякой белиберды законодательной. Они понимают, что для того, чтобы выглядеть современно и очень, то, что называется, по-путински, вот надо выдавать такие инициативы. И это тревожит тоже, потому что на какое-то время, разумеется, мы будем все во власти того маразма, в котором они живут. У вас тут еще спрашивают, кто скорее в Гагу попадет, Лукашенко или Путин? Вы знаете, это интересный вопрос. Но я думаю, что Лукашенко ближе к Гаге, у него гораздо короче дорога. Территориально? Конечно, конечно. То есть, поскольку это будет единственное место, куда он сможет бежать, и поскольку он явно не учил географию, то, скорее всего, он окажется там первым, потому что мы видим решимость и великолепность белорусов, мы видим, до какой степени они сомкнули на шее этой диктатуры все равно челюсти. Мы понимаем, что вот это временное затишье, это не более чем затишье, которое дает возможность настояться чувством. Вот что такое белорусские настоявшиеся чувства, я могу сказать, ничего страшней и смертоносней на свете нету. И сейчас эти чувства настаиваются, они получают подтверждение того, что да, эти чувства были верны, особенно после всех этих опубликований. И вот, ты знаешь, да, существует такой вопрос и существует такая информация. Совсем недавно у вас под Москвой заплутала группа детей в Сьяновских пещерах. Есть под Москвой, совершенно верно. И нашлись замечательные люди, которые их вывели. Это были люди из службы спасателей. Но надо понимать, что Россию из ее пещеры не выведет никто. Спасателей звать ниоткуда. Поэтому у Лукашенко гораздо больше оснований у первого добежать и каким-то образом добраться до Гааги.